Всем привет, друзья! Это Мостфилл Мьюзик Продакшн, меня зовут Никита, и вы не поверите, ну это уже девятый выпуск ОСТ, и сегодня поговорим про что-то новенькое и захватывающее. Опенгеймер. Опенгеймер — биографический фильм с элементами триллера режиссера и сценариста Кристофера Нолана, который рассказывает о создателе атомной бомбы Роберте Опенгеймере. Главные роли в фильме исполнили Киллиан Мёрфи, Эмили Блант, Роберт Дауни-младший и Флоренс Пью. Это первый фильм Нолана, снятый под эгидой Universal Pictures. В мировом прокате фильм уже собрал более 850 миллионов долларов, став на данный момент третьим самым кассовым проектом 2023 года. Также фильм без учета инфляции стал самым кассовым фильмом о Второй мировой войне, обойдя другой фильм Нолана — Дюнкерк. Музыку к фильму написал Людвиг Йорансен, ранее работавший с Ноланом только над фильмом «Довод». И, видимо, связка Кристофер Нолан-Ханс Циммер распалась уже навсегда. Напомним, что Циммер работал с Ноланом над всеми его картинами, начиная с 2005 года. Но в момент, когда Нолан позвал Циммера работать над предыдущим проектом «Довод», тот ответил отказом в силу занятости над проектом «Мечты» от Дэнни Вильнёва, фильм под названием «Дюна». Но тут-то на смену немецкому композитору и продюсеру пришел не менее талантливый, но при этом очень яркий композитор со свежими музыкальными идеями — Людвиг Йорансен. Когда к Йорансену обратились с просьбой написать музыку для опенгеймера, он поначалу был напуган масштабом проекта. На ранних стадиях производства фильма Нолан поделился сценарием со своим руководителем по визуальным эффектам Эндрю Джексоном. Поскольку ему нужно было передать на экране такие явления, как квантовая механика и ядерные реакции, команда по визуальным эффектам начала создавать экспериментальные кадры с частицами, волнами и цепными реакциями. Затем Нолан показал этот отснятый материал Йорансену, который использовал его, чтобы черпать вдохновение. Сочинение музыки к опенгеймеру оказалось уникальной задачей для Йорансена, поскольку он никогда не сочинял саундтрек, который отражал бы внутреннюю работу и точку зрения только одного персонажа. Нолан не дал конкретных указаний относительно того, как, по его мнению, должна звучать музыка. Единственное предложение, которое он дал Йорансену, состояло в том, чтобы изобразить скрипкой персонажа опенгеймера и главную тему фильма. Используя скрипку в качестве отправной точки, Йорансен и его жена Сирена, к слову, скрипачка, начали экспериментировать с вибрато и микротональными глиссандо. Они стремились передать тревогу опенгеймерам. Благодаря способности скрипки мгновенно приключаться с романтического и сентиментального звучания на что-то невротическое и ужасающее. Впрочем, как всегда, необыкновенный Йорансен удивил своим саундтреком, и мы уверены, что он получит номинацию на премию «Оскар», к слову, статуэтку которого он уже получал. Ну а на этом сегодня все, и прежде чем попрощаться, мы хотим напомнить вам, друзья, что наш музыкальный лейбл Most of the Music Production выпустил второй трек певицы Яная «Песня о рыбаке и рыбке». Обязательно слушайте, лайкайте, делитесь комментариями, эмоциями, делайте репосты и не забывайте подписываться на наши социальные сети. А пока, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok